Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре пульт дистанционного управления презентациями с лазерной указкой. То есть, поставляется вот в таком варианте. В пакете инструкции по эксплуатации, ну и сам пульт. Давайте посмотрим, что находится внутри. То есть, сам пакет. Дальше инструкция по эксплуатации. На английском языке только. Так, основные характеристики. То есть, это с Wi-Fi модулем. Есть передатчик и приёмник. Радиус действия от источника 10 метров. Ну а сама лазерная указка, дальнобойность её до 100 метров. То есть, здесь приводятся характеристики, принцип работы. Такая вот инструкция. Так, ну сам пульт выполнен из чёрного материала. Есть тут четыре основные кнопки. Лазерная указка. Дальше. Для... В PowerPoint-е страница назад, страница вперёд. Дальше здесь чёрный и демонстрационный экран. А здесь это режим презентации, либо режим редактирования. То есть, выход обратно в PowerPoint. То есть, либо показывать слайды, либо выйти в режим редактирования. Так, дальше здесь сбоку есть кнопка включения, чтобы батарейка не разряжалась со временем. Ну и есть кнопка для связи пульта с приёмником. Так, внутри... У нас идёт сам приёмник. То есть, вставляется в USB разъём. Поддерживает все форматы от первого до третьего формата. То есть, можно подключать Wi-Fi-модуль. Ну и он является передатчиком и приёмником Wi-Fi-сигнума. Так, и внутри располагается мизинчиковая батарейка типа 3АА. Для того, чтобы этот пульт заработал. Так, вот у меня есть батарейка. То есть, минус в ту сторону. Ну, соответственно, в эту сторону. Так, вот мы установили батарейку. То есть, включаем. То есть, лазер. Данная указка. Дальнобойность 100 метров. Так, ну и подключение к компьютеру непосредственно передатчика приёмника. То есть, активизирует другие кнопки. Да, и ещё. То есть, данный пульт работает не только с PowerPoint. Причём он с PowerPoint работает именно в этих использовании по максимуму четырёх кнопок. А если это у вас, например, Word, либо PDF какой-то формат, то здесь можно использовать только вот эти две кнопки. Ну, там, перелистывание либо части страниц, либо страницы. В зависимости от того, как у вас масштаб отрегулирован. Так, вот вот такой пульт для презентации. Ну, и давайте его проверим конкретно на компьютере, ноутбуке. Как он себя ведёт. Так, включаем. Передатчик приёмника USB разъём. То есть, вот он заработал. Так, у нас открыт PowerPoint. Так, вот у нас пульт. То есть, вот вы вошли в режим презентации при помощи кнопки. Обратно вышли. Обратно вошли. Так, нажимая правую клавишу, листаем страницы презентации. Так, ну, а нажимаем левую. Возвращаемся на начало. То есть, вот мы вернулись на начало. Вперёд, назад. Так, дальше, как я говорил, что переходим в режим редактирования. Переходим в режим презентации. Ну, и если вам нужен чёрный экран, нажимаем верхнюю кнопку. То есть, выход из чёрного экрана. Опять нажимаем на кнопку. То есть, вот такой вот пульт управления презентациями. Достаточно компактный. Режит в руке прекрасно. Чем-то напоминает отдалённую кубру. То есть, вот такой вот пульт управления. При помощи которого, то есть, ну, и работает лазерная указка. То есть, в районе демонстрации, то есть, вы можете показывать. На слайды, на что захотите заострить. Ваше внимание. Так, ну, и вот такой вот пульт. Удобно лежит в руках. В руке. Для того, чтобы использовать по прямому назначению. То есть, есть отключение, чтобы экономить батарейки. И лишний раз не расходовать. Вот такой вот пульт. Дистанционное управление презентациями. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. То есть, мы рассмотрели обзорчик пульта. Проверили его работоспособность. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова